Воздушное и нежное картофельное пюре. Рассыпчатый, хрустящий, жареный картофель с золотистой корочкой. Эти блюда любимы в каждом доме и никого не оставляют равнодушными. Это что? Это картофельное пюре? Да, это картофельное пюре. У вас не получается приготовить картофельное пюре без комочков? Ваше пюре неаппетитного серого цвета, а жареный картофель разваливается на сковородке или вовсе пригорает и крошится. И что, прям так вот без воды будем варить? Будем варить без воды, как маги. Сегодня ведущая Оксана Сташенко пригласила в студию известного кремлевского шеф-повара, настоящего знатока всех секретов кулинарного искусства, Виктора Беляева. Он поможет разобраться во всех тонкостях приготовления блюд из картофеля актрисе и режиссеру Гульнария Нижинской. Человек ест глазами, в первую очередь. Поэтому нам нужно сделать красивую нарезку. Вы узнаете, как правильно выбирать картофель для пюре и для жарки. Как приготовить картофельное пюре идеального сливочного цвета и без комочков. Как добиться появления хрустящей золотистой корочки и при этом не спалить картофель на сковороде. И секретный рецепт суфле из картофеля, любимого блюда Индиры Ганди и Маргарет Тэтчер. Вы знаете, я понимаю и королей, и премьер-министров, которые пальчики облизывали после ваших блюд. Следуйте нашим советам, и у вас получится действительно вкусно. Картошка. Один из самых популярных продуктов в России. Картофель вареный, жареный, картофельное пюре. Это прекрасный гарнир для любого блюда. Но даже в приготовлении картошки есть свои тонкости. И сегодня мы наконец-то узнаем все картофельные секреты. Потому что у меня на кухне очень опытный кулинар, кремлевский шеф-повар Виктор Беляев. Виктор Беляев. Главный повар страны. Более 30 лет он проработал на спецкухне Кремля. Это он кормил лидеров нашей страны. Леонида Брежнева, Михаила Горбачева и их именитых гостей. Индиру Ганди, Маргарет Тэтчер, Гельмута Коля и Ричарда Никсона. Одна из самых уникальных фотографий в этой коллекции – это фотография Ричарда Никсона. Он даже сделал свою порту с Виктору Беляеву, истинно настоящему шефу. Теперь знаменитый шеф-повар вышел в отставку. Готовит он в основном дома, чтобы вкусно накормить детей и любимую внучку Варечку. И хотя Виктор Борисович знаком практически со всеми кухнями мира, предпочитает он классические русские рецепты. У нас бытует у поваров мнение – злой человек не должен подходить к плите. Это один из тех маленьких поварских кулинарных секретов, которые я вам рассказал. Свой кулинарный опыт Виктор Беляев всегда готов передать начинающим кулинарам. Сегодня он пришел в студию программы «Вкусно», чтобы поделиться секретами приготовления очень вкусных блюд из самого любимого российского продукта – картошки. К простому блюду всегда нужен отдельный подход, профессиональный. Там есть такие изюминки, которые надо всем обязательно знать. И поварам, и хозяйкам. Это в картофельном-то пюре? А то, конечно. От сорта картошки все идет. Да вы что. Тогда я хотела бы пригласить ко мне на кухню замечательную актрису-режиссера Гульнара Нежинская у меня в гостях. Гульнара Нежинская. Талантлива, если не во всем, то уж точно в большинстве кинопрофессий. Она актриса, продюсер и даже режиссер. Меня зовут Моника. Актрисе необходимо постоянно держать себя в форме. Поэтому Гуля выработала свою систему питания. Фрукты, низкокалорийное мясо курицы и много специй – вот основа ее персональной диеты. Но блюда, которые подходят для взрослого, не годятся для ребенка. Не знаю, сейчас получится у нас. С тобой не получится. Чтобы была у нас вкусная пюрешка. В этот раз маленькая племянница Дора попросила приготовить, казалось бы, несложное блюдо – картофельное пюре. Но эта кулинарная задача оказалась для актрисы совсем непростой. Ну что я тебе могу сказать? Не получается у меня картошка. У меня у тебя мастер-фломастер. Рич, ну-ка давай. Что, не нравится, что ли? Рич! Сегодня Гуля Нежинская пришла в студию программы «Вкусно», чтобы научиться правильно готовить блюда из картошки. И порадовать любимую племянницу вкусным пюре. Здравствуйте, Виктор Борисович. Лучше получается там и поджарится, и все. Но раз на раз не приходится. То она у меня там что-то разломится, вот эти дольки. Кто расцепится, перегорит. Перегорит. Вот, так что я пришла сюда узнать. Наверняка есть же какие-то секреты. Чтобы вот, ну, всегда получалось она хорошо. И жареный, и вареный. Гулечка, мы тебе все расскажем. Виктор Борисович научит не только тебя, но и меня, и всех нас готовить правильно картофельное пюре. Мы, не задумываясь, расстаемся навсегда с твоей неудачей. И забываем о ней. Далее в программе «Вкусно». Будешь варить без воды. Как маги. Как правильно сварить картофель? Ведь этот процесс – настоящее кулинарное искусство. И можно обои клеить. Какое количество молока кремлевский шеф-повар советует добавлять в картофельное пюре? Вот почему у тебя комочки были. Все, что нужно знать, чтобы картофельное пюре получилось действительно вкусным. После небольшой паузы. У нас есть традиционный тест, который позволит нам узнать, какие же ты ошибки совершила, когда готовила свое неправильное пюре. Готова отвечать? Да. Итак, первый вопрос нашего теста. Какой картофель лучше выбирать для картофельного пюре? Картофель с высоким содержанием крахмала, картофель с низким содержанием крахмала, молодой картофель с любым содержанием крахмала. Или сорт картофеля и содержание крахмала не имеют значения. На меня, на меня, поргал. Мы не подскажем. Честно говоря, молодой. Молодой картофель ты выбрана. Нет, неправильно. Неправильно. А почему неправильно? Вы раскроете все секреты чуть позже. Гульчка, а для тебя второй вопрос. Молоко какой температуры нужно добавлять в пюре? Холодное молоко, горячее молоко, молоко комнатной температуры, молоко можно заменить водой. Гуля, что делала ты? Отвечаем. Горячий. Молодец. Правильно. Третий вопрос нашего теста. Что нужно сделать, чтобы картофельное пюре получилось пышным? Взбить пюре блендером, растолочь картофель металлической картофеля мешалкой и затем взбить блендером. Взбить пюре миксером. Или растолочь деревянной картофель мялкой и затем взбить миксером. Ты что делала сама? Блендером взбила? Да. Ответ неправильный. Ответ неправильный, говорит Виктор Беляев. И мы движемся дальше. Четвертый вопрос нашего теста. Что нужно сделать, чтобы картофель не развалился при жарке? Замочить картофель в холодной воде перед приготовлением. Перед приготовлением положить картофель в холодильник на 30 минут. Очень хорошо обсушить картофель перед жаркой. Перед приготовлением посыпать картофель мукой. Я обычно высушиваю. Ты высушиваешь. Итак? Ответ правильно. Какой молодец! И крайний вопрос нашего теста. Что нужно сделать, чтобы картофель при жарке хорошо поджарился внутри, но при этом не пригорел? Картофель нужно быстро пожарить на сильном огне. Картофель нужно сначала обжарить на сковородке, а затем довести в духовке. Картофель нужно жарить на медленном огне с большим количеством масла. Картофель нужно жарить на сильном огне и доводить до готовности на медленном огне. Доводить на медленном огне и жарить на сильном. Ответ неверный. Неверный? Нет. Улечка, из пяти вопросов, ты верно ответила на два, и это прекрасный результат. Это хорошо, конечно. Потому что есть чему учиться. Приступаем. Давайте. Я тебе предлагаю надеть наш волшебный фартук, и тебе он будет очень к лицу. Нравится? Да, да, да. Так, помогу тебе. Очень красиво. Так, вот сейчас все сделаем. Виктор Борисович, сегодня мы будем учиться готовить блюда из картофеля. Огласите наше меню, пожалуйста. Сегодня мы с вами приготовим картофельное пюре. Казалось бы, самое простое блюдо. Но со своими секретами маленькими. Затем мы с вами пожарим картофель основным способом. Тоже постараюсь раскрыть те маленькие секреты, которые есть в кулинарии. И третье блюдо у нас немножко посложнее. Мы с вами сделаем картофельное суфле с грибным соусом. Картофельное блюдо наверняка начинается с картошки. Вот. Три сорта. Прям как... Выберите, пожалуйста, и научите нас правильно выбирать картофель. Как в магазине прямо. Вот этот картофель мы выберем для жарки. Почему? Вот по красоте вы его выбрали или по каким-то другим качествам? Это сорт картофеля с большим содержанием крахмала. Он пойдет на жарку. С наименьшим содержанием крахмала, да, чтобы у нас все-таки пюре было более воздушное, мы возьмем этот сорт картофеля. Виктор Борисович, вот скажите, пожалуйста, вы по цвету выбираете? Если, значит, она желтенькая, значит, там... Я просто сорта знаю картофель. А вот расскажите мне, я, например, пришла в магазин, как мне, не зная сортов никаких, выбрать правильную картошку. Потому что, да, это молодая... Весь цветной картофель, он, в принципе, с большим содержанием крахмала, как обычно. И это хорошо? Это хорошо. Для жарки? Для жарки. Для жарки. Крахмал, он карамелизуется, и он дает корочку. Понимаете, с наименьшим будет меньше поджариваться картофель. А нам же ведь надо жареный получить-то. Что самое главное в картофеле? Корочку вкусную. А вот это вот, третья картошечка, для чего? Вот когда кожа тонкая, здесь потолще, да, то вот этот картофель лучше сварить вместе с кожей, молодой картофель. Прекрасно можно кушать даже с кожурой. И хочу напомнить первый вопрос нашего теста. Какая картошка лучше всего пойдет на пюре, правильно? Да, теперь я могу ответить. С наименьшим содержанием крахмала. И вот мы выбрали картошку. Что мы будем делать дальше? Чистить. А вот скажите, Виктор Борисович, а вы обычно чистили картошку вот такой чистилкой? Нет, никогда не чистил. И я тоже ножом чищу. Тогда вам нож. Ура! Вот, это всегда в детстве мама следила за тем, чтобы корочку срезали тонко. Ну, понятно, чтобы продукт не портить все-таки, да? Ну да, чтобы большая часть досталась пюре. Виктор Борисович, каждую картошку, которую вы почистили, вы опускали в воду. Зачем-то вы делали такой ритуал? Картофель темнеет, потому что содержание крахмала все равно в нем больше или меньше. И если мы будем держать без воды, то, естественно, он потемнеет. Потом мы картофельное пюре приготовим с тем цветом, с которым приготовила гуль. А как мы будем теперь готовить наше картофельное пюре? Вот, следующий шаг. У нас с вами разный картофель, поэтому я предлагаю... А, все-таки... Все-таки... Вот, кстати, да, для меня принципиальный вопрос был. Помельчить, помельчить. Потому что где-то я читала, что, наоборот, когда его порежешь на части, то крахмал больше попадает в воду и выделяется. Ну, у нас с вами крахмала мало в этом картофеле, поэтому тут бояться нечего. Да, еще один есть маленький секрет. Мы с вами берем картофель, кладем в кастрюльку. Без воды кастрюлька не наполнена. Да, без воды, да. И что, прям так вот без воды будем варить? Будем варить без воды, да. Как маги. Что же мы будем делать-то? Заливаем картофель кипящей водой. У нас с вами схватится крахмал. И все питательные вещества, которые есть в картофеле, да, мы, во-первых, это сохраним. И, второе, мы ускорим процесс варки. И воды надо налить столько, чтобы еще верхушка картофеля оставалась без воды. Теперь мы с вами ставим на плиту, закрываем это все крышечкой, начинаем варить на большом огне. Как только у нас с вами она закипает, мы огонь сбавляем, чтобы она не перекипала. Вот эта пенка появляющаяся иногда выбегает прямо из кастрюли. Ну, вот чтобы пенка не убегала, поэтому сейчас только закипит, мы сразу поставим на малую температуру. Картофель варится после закипания, да, минут 20-25, не больше. Пока у нас варится картофель, мы готовим другие ингредиенты. Для этого нам нужно молоко, сливочное масло. А какой жирности наше молоко должно быть и какой температуры? Ну, давайте мы возьмем все-таки обычной жирности 3, 2, 3 или 5 молока, да? Прямо, чтобы не из магазина. Да. Ну, вообще картофельное пюре, конечно, любит хорошее жирное молоко. Сливки, может быть, даже. Ну, сливки у нас с вами не пойдут, потому что они свернутся, вот, поэтому лучше все-таки делать молоко. На 800 грамм картофеля мы с вами добавляем 150 грамм молока и 70-50 грамм сливочного масла. Почему я говорю такую, как бы, разницу? Потому что надо, с молоком надо следить. Картофель бывает разной консистенции, поэтому, когда вы потолчете, когда вы будете добавлять молоко, сейчас я вам все покажу, да? Надо следить за консистенцией, чтобы она не была слишком густой и не была слишком жидкой. Как получилось у вас, да? А вот у нас как раз, хочу напомнить, вопрос в тесте был. Какой температуры должно быть молоко, которое мы добавляем в пюре? И что ты ответила? Я ответила правильно, горячий. Ну, у меня возник вопрос, а почему нельзя там теплый? Картофель только приготовится, горячего он уже потолочь, да? Ага. И заливать кипящим молоком. Иначе у вас пюре будет резиновое, как жвачка. Склеить. Крахмал склеится, да? И будет тягучим. И вы можете те самые обои клеить, да? В отличие от гулиного, оно будет не жидкое, а будет тянуться и будет невкусным. Вот, мы берем молоко, 150 граммов молока. Секрет, у вас, если такая нержавейка, да, то надо немножко добавить воды, чтобы у нас молоко не пригорело. Ух ты. Чуть-чуть, и чтобы вы вливали уже с водой. Теперь мы с вами наливаем молочко. Да, а то всегда остается такая пригоревшая корочка, ее трудно отзирать. Мало того, корочка-то бог с ней потом отмоется, а даст горечь. И привкус горелого. Да, горелого. Да, самое отвратительное. Кстати, такой вот нюанс, да, его вот не прочитаешь. Не прочитаешь, нигде. Нигде, это вот сухо там. Приходите к нам в гости, приходите к нам на кухню. Да. Вот у нас с вами, видите, картошечка, Голь, закипела, да? Ага. Мы с вами сейчас сбавим немножко температуру. Обычно хозяйки что делают? Они берут сливочное масло, вот, и просто бросают этот кусок в картофель и толкут. Да, 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 я так делаю. Масло у вас все-таки тоже прохладное, поэтому, чтобы опять же у нас не превратилось картофельное пюре в резину, мы это сливочное масло с вами кладем молоком. А интересно, Виктор Борисович, а вот если я возьму топленое масло? Топленое масло хорошо, только для жарки. А растительное масло можно добавить в молоко? Нет, растительное масло только для заправки салатов. Ну, невкусно будет, Николай. Невкусно будет. Вот так вот. Картошка уже добавилась, Виктор Борисович, да? Давайте проверим, как она там. Она у нас почти готова. Пригадировалась. Давайте мы немножко подсолим ее, да? Вот смотрите, у нас картофель, видите, вот соскакивает. Да, и не разваливается. Он у нас с вами готов, поэтому мы сейчас его сольем. Кстати, картофельный отвар хорошие хозяйки применяют в суп вегетарианский. На картофельном отваре можно сварить хороший вегетарианский супчик. Сольем. Еще один маленький секрет. Не полностью слили, да? Да, чуть-чуть. Потому что вода все равно стоит. Поставьте на плиту, пускай подсушится немножко. Вода лишняя уйдет. Чтобы вся лишняя влага выпарилась. Да. Берем обязательно деревянную. Вот это вот был вопрос-то, да? Деревянную, да? Обязательно деревянную. Почему? Картофель, как любой овощ, очень принимает металлический запах и вкус. Поэтому мы будем делать дедовским способом. У меня мама делала всегда деревянную толкушку. Мы так способны же. Здесь надо тщательно, потому что все-таки вот прям по кругу, да, мы идем, да, и с вами основной картофель все-таки мы помнем, да? А может, блендером раз так вот и... Да, конечно. Если сразу блендером, будут комочки. Будут комочки и какая-то будет... Вот почему у тебя комочки были, потому что ты блендером взбивала. Так, теперь мы с вами берем наше чудо-молоко. Начинайте аккуратно вливать. И сколько молока гулять. Ответственный момент. Ты помнишь, сколько молока? А вот все молоко и выливаем. А помнишь, да, ты, Борис, сказал, что надо смотреть и постепенно выливать? А я лью, да? Или еще нет? Нет, 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 подождем, подождем. Сейчас мы доведем до консистенции, да? Ой, кстати, как даже вкусно уже пахнет-ка. Аромат какой пошел, да? Что ли еще будет? Так, наливаем. Нет, 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 подождите. А вот как вы проверялись? То есть должна вот впитаться вот эта часть, да? Да? Гуль, ну я просто вижу по консистенции. Давайте мы пока не будем вливать, да? А я просто вас прошу. А сейчас уже начнем взбивать блендером. Уже не надо, да? Пока оставим. А я пока вам напомню вопрос нашего теста. Помнишь? Да. Что нужно сделать для того, чтобы картофельное пюре было пышным? Ты сказала просто блендером. Да. А правильно? Правильно, значит, сначала потолочь, причем деревянный вот этой, как это называется? Картофель толчет. Картофель. Картофель мялкой. Потом добавили туда молоко уже приготовленное, горячее, с растопленным маслом сливочным. Сливочным. Значит, все это перемешали. И потом, вот сейчас мы дошли до этапа миксера. После короткой паузы в программе «Вкусно». Не запомнить такую картошку невозможно. Как нарезать картофель для жарки аккуратными и ровными брусочками? Какая она красивая, фирменная, как в ресторане. На каком масле жарить картошку, чтобы она не развалилась и не подгорела? Ох, прям как в школе кулинарии. А мне кажется, вот интересно, в школе для кулинаров тоже, наверное, вот так вот все проверяют, спрашивают, да? Да как же, конечно. Слушай, как интересно. У Виктора Борисовича была кремлевская школа. Виктор Борисович, вот расскажите, пожалуйста, кто наслаждался вашими блюдами, вашим картофельным пюре из известных личностей? Гуля, крутите, я пока немножко расскажу. Давайте. Я отработал в Кремле, Гуль, 30 лет. От повара до генерального директора Комбината питания кремлевски. Мне повезло готовить не только для первых лиц государства, начиная там с Леонидовича Брежнева, с генерального секретаря, а я готовил для Диры Ганди, для Марго Тэтчер, для Ричарда Никсона, для Гельмута Коля, для многих, для Жескара Дестена. Сейчас всех не вспомнишь, но считай, что мне повезло. А как все эти известные люди относились к нашей русской картошечке? Картофельное пюре и картофель с жареным относились просто с ложлением, они обожали. Особенно утром, когда мы подавали картофельное пюре на завтрак с нашими маленькими сосисечками, лопали все моменты, приносили пустое блюдо. Миксером тоже надо уметь работать, девочки. Значит, смотрите, включаем сначала, видите, на небольшую скорость, чтобы медленно комочки у нас с вами исчезли, и картофель стал воздушным. Если мы сейчас включим большую, мы с вами превратимся в картофельную бабу. Да, не надо. Поэтому, а вот сейчас, вот сейчас, когда вы уже комочки исчезли, вот мы сейчас увеличили скорость, видите, и начинаем делать его таким воздушным-воздушным пюре. Давай пробовать? Ой. Давай пробовать. Теперь солью. Попробуйте на соль, девочки. Как? Соль? Нет, ну скажи, прям вот в десяточку, больше не надо. Идеальное картофельное пюре. Очищенный картофель заливаем кипящей водой, чтобы он быстрее сварился. Отвариваем в течение 20-25 минут. За 5 минут до готовности солим. Сливаем воду и оставляем кастрюлю на плите, чтобы картофель немного подсох. Молоко доводим до кипения и растворяем в нем сливочное масло. Готовый картофель разминаем деревянные картофели мялкой. Добавляем молоко с маслом и взбиваем пюре миксером до консистенции густой сметаны. При необходимости постепенно добавляем оставшееся молоко с маслом. А мы должны перейти к следующему блюду, к жареной картошечке. Виктор Борисович, напомните еще раз, какую картошку мы берем для жарки. Мы берем с вами с наибольшим содержанием крахмала. Вот мы с вами почистили. Теперь мы с вами берем досточку. И казалось бы, что... Ну что, давайте нарежем и все, да? Да, да, а что вы ищете? Но! Есть опять, Оксана, игурочка, маленький секрет. Человек ест глазами, в первую очередь. Поэтому нам нужно сделать красивую нарезку. Нарезка может быть разная, но раз у нас картофель основным способом, то лучше делать брусочек. И просто ее уравняем со всех сторон. Смотрите, вот сюда, с этой стороны обрезали, с этой стороны слегка обрезали, здесь с четырех сторон обрезали. Вот так вот, видите? Ага, понял. А куда мы эти обрезки будем делать? А эти обрезки пойдут в картофельное пюре. У нас ничего не пропадает, Оксана. Теперь мы нарезаем с вами вот так вот. А почему не поперек? Почему вы режете вдоль? Поперек мало будет. Вот так, правильно? Да, хорошо. А теперь, когда мы вот так вот сделаем, смотрите, какой красивый брусочек мы с вами имеем. И мне кажется, вот когда она вкусная, да еще красивая, мне кажется, вот не запомнить такую картошку невозможно. Красота какая, смотрите, а? Страшная сила. Теперь у нас Гуля еще один есть секрет. Что делают обычно хозяйке некогда. У нее помимо ужина или обеда у нее там стирка, у нее там глажка. То есть она взяла, слила, часть воды осталась. Потом, когда бросает на сковородку, пар превращает картофель в пюре. Корочки у нас с вами не получают. Поэтому мы с вами кладем на хлопчатую бумажную ткань, полотенце кухонное. Наши красивые дольки. Наши красивые дольки. Да, теперь мы с вами его вот так вот заворачиваем. И в то же время у нас с вами вся влага уходит. Давайте напомним как раз наш вопрос. Да, кстати, там вопрос-то был, да. Что надо делать для того, чтобы при жарке наш картофель не развалился? А я не помню, что я отвечу. А вы ответили, что жарить, а потом на медленном огне доводить. Да. А вот что нужно делать. Просушить. Нужно обсушить картофельные брусочки. Теперь мы с вами берем сковородочку. И опять же, сковородочку мы берем обязательно с толстым льном. Раньше были чугунные сковородки. Бабушкины, помните сковородки? На них и блины хорошие получались. Ее не поднять было. И цыплят табака на них хорошо жарились. И в том числе на хорошей сковородке с толстым дном жарится картофель. Если тонкое дно, то картофель не получится. Мы с вами берем растительное масло. Какое растительное масло мы должны взять? Можно взять подсолнечное, рафинированное обычное. Можно взять оливковое, но обязательно прочитать, что это для жарки. Наливаем. А как много? Ну, я считаю, я вообще всегда делаю такой небольшой полуфритюр для начала. Раскаляем сейчас. Средне так. Да. Чемпоточку муки. Вот смотри. И сыпем. Вот видите, зашипело. Сковородка у нас с вами готова. И опять маленький секретик. Давайте сюда немножко добавим все-таки животного жира. Сливочное масло добавляем. А это все-таки лучше заранее добавить? Потому что я добавляла уже, когда картошка была. Нет, не-не-не. Вот смотрите, когда масло растопили. Вот видите, все оно пошло. Вот мы сейчас немножечко добавили с вами сливочное масло. А теперь мы можем спокойно класть картошечку и обжаривать. Сейчас надо дать с одной стороны коллер, да? Ага. Потом лопаточкой слегка перевернуть, прожарить. Потом можно отправлять в духовой шкаф. Представляете? А я хочу напомнить вопрос нашего теста, где говорилось, как правильно приготовить жареную картошку. Надо ее сначала поджарить на сковородочке до корочки. А потом отправить дозревать в духовку. Картофель, может, мы приступим уже к суфле? Запросто приступим к суфле. Это будет наш десерт. Это будет наше как изысканное... Банкетное блюдо. Да, вот правильно. Это сегодня картофель называют вторым хлебом и выращивают по всему миру. Но когда в 16 веке испанские завоеватели привезли картошку из Америки, европейцы не сразу нашли корнеплоду правильное применение. До начала 18 века французские придворные дамы просто украшали цветами картофеля прически, а придворные медики рассказывали о том, как опасно есть плоды картофеля. Достаточно парочки ягод и тяжелейшее отравление гарантировано. Ягоды картофеля действительно абсолютно несъедобны и содержат токсичное для человека вещество – солонин. О том, что использовать в еду нужно картофельные клубни, первыми догадались немцы и поляки. В Россию первый мешок с картошкой привез, скорее всего, царь Петр Первый. Но русские крестьяне иностранный продукт оценили не сразу. Лишь позже, уже при императрице Екатерине Второй, когда правительством был издан специальный указ наставления о разведении и употреблении земляных яблоков, картошка, наконец, потеснила репу и брюкву. Но все же долгое время блюда из картофеля считались экзотикой и ели их дворяне. Кстати, один из первых кулинарных рецептов приготовления картофеля изобрел известный русский поэт Александр Пушкин. Холодный отварной картофель он выкладывал в сковороду на слой масла и поджаривал в русской печи и угощал этим блюдом друзей, которые и называли рецепт «картошка а-ля Пушкин». На самом деле запеканка и суфле – это уже действительно более такое совершенное искусство. Хотя мы убедились, что и картофельное пюре, и картошку пожарить тоже не так просто. Для этого мы с вами сейчас почистим, выберем картофель с меньшим содержанием крахмала. Как картофельное пюре мы выбирали. Да, мы сейчас его зальем водичкой, отварим. И дальше мы делаем пюре. Деревянной толкушечкой мы толчем нашу картошку, сварившуюся, по кругу показываю. Все, я помню. Теперь у нас с вами что получается? Мы сделали картофельную заготовку, отварной картофель, помяли его. Да. Теперь я вам буду добавлять немножко сливочного масла. Ага, прям туда. Да. Значит, на полкило картофеля где-то около 100 грамм сливочного масла. Не много ли масла? Нет, немного. Для картошки, мы уже поняли, любят масло, любят жиры. А картошечка до сковородки уже подрумянилась вся. Ой, красота какая. Не пора ли ее отправлять в духовку? Пора. Так, теперь мы переложим все это в лоточек, да? И вы вывалили прямо из сковородки со всем маслом, которое там было. А теперь мы водружаем в духовочку. А как она должна быть разогрета у нас? На 220-250. А как долго наша картошка будет доходить в духовке? Минут 10, Оксана. О, всего. Минут 10-7. Всего-навсего. Теперь смотрите, у нас с вами картофель помят. Да? Давайте мы его перемешаем. Так. Здесь не надо добиваться... Без комочков. Да. Хотя там, заметьте, у меня получилось. Молодец. Браво. Надо немножечко с вами остудить. Да, вот смотрите, чуть-чуть остудить, дабы мы сейчас сюда добавим яичко. Мы с вами сейчас белок отделим. Желток кидаем сюда. Давайте подсолим немножко? Давайте. Вот так. Вот так? Хватит, хватит, хватит. Так. Так, размешиваем. Берем венчик и взбиваем яичко или вилочкой. Можно взбить. Отлично. Ой. Так, девушка, смотрите, добавляем немножечко муки. А немножечко это сколько? Ну, грамм 50 для связи. Это получается 2-1,5 столовые ложки. 1,5 столовые ложки. Мне так проще. А что значит для связи? Мы же будем запекать, поэтому, чтобы суфле приобрело форму, мы с вами добавляем туда желток. И где-то столовую ложку муки. И мука, да. А белочек зачем мы так тщательно взбиваем? А белочек в конце, для того, чтобы оно было воздушное. Значит, взбили. Теперь взбили. И? Мешаем опять. Аккуратненько только надо помешать, чтобы белок у нас с вами не превратился в воду. Вот у нас, смотрите, какая получилась воздушная масса. У нас картофель готов. А картошечка, что у нас? Та-да-ра-дам! 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 Ох, хорошо! Отлично! Вот у нас с вами готов картофель. Какая она красивая, фирменная, как в ресторане. Теперь мы с вами что делаем? Мы берем немножечко расслабленное сливочное масло и натираем наш лоточек. Теперь тоже маленький секретик, да? Теперь мы с вами посыпаем сухариками. Для чего это все делается? Вот когда вы в следующий раз будете готовить запеканочку, суфле, обязательно сделайте так, потому что у вас суфле легко отойдет от формы. Теперь мы ее аккуратненько выкладываем. Наше пюре мы выкладываем в форму готовую. Вот у нас как получается. Красота! Теперь сметаной мы смазываем сверху для того, чтобы нам дать корочку. А, то есть запекаясь в духовке, появится красивая корочка. Совершенно верно! Вы так обильно намазали, что даже картошки не видно. А так и должно быть? Так и должно. Чтобы у нас все запекло? Слоями. А теперь можно вот такие вот сделать. Ой! Это в детском садике такое нам подобали. И мы с вами это все ставим в духовой шкаф. Духовочка у нас должна быть разогрета. У нас с вами она должна быть разогрета. На сколько градусов? На 220. А как долго она у нас будет готовиться? Зависит от массы, поэтому здесь масса полкило. Я думаю, что нам хватит минут 20. Далее в программе. Пам-прам-пам-пам. Какая у нас... Пам-пам-пам-пам. Красота. Кулинарные секреты от настоящего профессионала. Шеф-повара Виктора Беляева, который работал на кухне Кремля более 30 лет. Вы знаете, я понимаю и королей, и премьер-министров, которые пальчики облизывали после ваших блюд. И лучшие рецепты блюд из картофеля. Только в программе «Вкусно» после небольшой паузы. И мы делаем соус. Что для этого нужно? Самое вкусное в этом мире. Опять маленькие секреты. Мы с вами берем сливочное масло. Грамм 50. Кладем его в сотейничек. Теперь у нас мука. Сейчас современные повара стали немножко ленивые. Они научились быстро готовить соуса на растительных сливках. Они просто сейчас сгущают сливки и получают соус. Соуса по старинной русской кухне, по французской, по европейской готовились на жировой пассировке. Сейчас мы с вами готовим настоящую жировую пассировку. Она годна и для соусов, и для супов пюре. Самое главное запомнить, надо один к одному взять сливочного масла и муки. Уже растопленное масло мы кладем муку. В растопленное кипящее масло мы кладем муку. 50 на 50. Теперь мы перемешиваем и прожариваем до золотистого цвета и до вкуса жареного миндаля. Жировая пассировка готовится минут 15. Ну, пока Гуля у нас помешивает заготовку для соуса, что мы будем делать с вами, Виктор Борисович, дальше с нашими грибочками? Взяли белые грибы. Белые сухие грибы вы меня попросили. Белые сухие грибы, да, обязательно. Почему? Почему? Потому что сухой белый гриб, он высушился, набрал все свои питательные вещества в себя. И теперь, когда мы его залили водичкой, посмотрите, какой получился ароматный бульон. Оксана. И сколько же он так стоял? Ну, заливается часа на два. Ага. Теперь мы с вами отделяем грибочки от... Жидкости. Ну, то есть мы от бульона, да. Ставим на плиту. Огонек. И как долго мы будем варить? Сейчас закипит и все. Мы с вами режем грибочки. Так, пожалуйста. Тонкой соломочкой. И на сковородочку со сливочным маслом. Теперь мы помешиваем грибочки, прожариваем. Теперь смотрите, мы берем горячий бульон, да, и начинаем соединять с нашей пассировочкой жировой, видите? Угу. Но только медленно, потому что... И на медленном огне, да? Да, и на медленном огне. Вот видите, постепенно должен превращаться вот в такую однородную хорошую массу. Видите? Да. Загустело немножко. Давайте еще добавим. Попробуйте промешать все. Угу. А какая у нас должна быть вот эта масса? То есть вот мы ее напитываем, напитываем? Она должна быть средней густоты, Гуля. Угу. Средней густоты. Вот вы очень хорошо делаете, молодец. Добавим соли. Готово, готово масса. Теперь давайте грибочки туда. Так, давайте. Грибочки прожаренные, да. Так, мешаю. Теперь мешаем, доводим до кипения. Все. Все? Да, давайте. Держите. Так, теперь у нас с вами готов соус, да? Ага. Ну что, пам-пам-пам-пам. Достаем осторожно. Вот так вот. Подставочку. Вот. Даю, даю подставочку. Какая у нас получилась. Пам-пам-пам-пам. Красота. Просто произведение искусства кулинарного. Она у нас с вами настолько воздушная, да? Воздушная. Что надо с ней аккуратненько, да? Да. Знаете, я понимаю и королей, и премьер-министров, которые пальчики облизывали после ваших блюд. Потому что, по-моему, я сделаю то же самое. А теперь мы с вами берем соус, да? О-о-о. И красиво вот так вот поливаем. Вот так вот. Художественно, прям мазком таким вы делаете. Милые мои гости, у меня есть традиция. Я так хотела бы, чтобы она не прервалась. Присоединяйтесь к моей компании. Я вас сфотографирую. Видишь, какая у меня там замечательная компания? Отлично. И со словами «вкусно» три-четыре. Вкусно! Ура! А теперь давайте все-таки попробуем. Ура! Да, конечно, подошли до этого момента. Налетаем. Так, какое блаженство. Опиши свое блаженство. Значит, что ты совершенство. Это я про вас. Правильно, правильно, совершенство. Насыщенный, хороший вкус соуса, да? Все-таки классика, это и есть классика. Вот как ни крути, да? Ну, понимаете, классика, но она все-таки здесь не такая уж простая. Настоящее искусство. Картофель варим так же, как для пюре. Разминаем картофель, деревянные картофели мелкой, даем массе немного остыть, добавляем сливочное масло и немного остужаем массу. Добавляем по вкусу соль. Белок отделяем от желтка. Желток кладем в картофельную массу, перемешиваем. Белок взбиваем венчиком и также заливаем в картофельную смесь. Затем добавляем немного муки и еще раз тщательно перемешиваем. Форму для запекания смазываем сливочным маслом и посыпаем панировочными сухарями, чтобы суфле не подгорело. Перекладываем суфле в форму, смазываем сметаной для образования румяной корочки. Запекаем суфле в духовом шкафу 20 минут при температуре 220 градусов. Для грибного соуса замачиваем в воде сухие белые грибы на 2 часа. После этого вынимаем грибы из воды, нарезаем тонкой соломкой и обжариваем на сливочном масле. Для жировой пассировки растапливаем в сотейнике сливочное масло, доводим его до кипения и смешиваем с мукой. Доводим смесь до золотистого цвета. Воду, оставшуюся от замоченных грибов, заливаем в массу из муки и сливочного масла, добавляем обжаренные грибы, соль и доводим до кипения. Готовые суфле подаем с грибным соусом. А картошечка жареная получилась, Оксана? А жареную картошку пробовала уже? Нет, еще сейчас. Мы же говорили, что за уши не оттянешь, и пальчики обрезать. Да, уже моментально исчезает блюдо. И сразу вспоминаю слова одного поэта. Земля и потому щедра, что в мире существуют повара. Правильно? Браво! Очищаем картофель и начинаем готовить его к жарке. Каждую картофелину обрезаем и придаем форму прямоугольника. Полученную заготовку нарезаем идеально ровными брусочками толщиной в мизинец. Кладем брусочки в холодную воду, чтобы картофель не потемнел, и из него вышел лишний крахмал. Затем заворачиваем картофель в клопчатобумажное полотенце и хорошо просушиваем. На раскаленную сковороду наливаем растительное масло. Затем добавляем немного сливочного масла и начинаем жарить картофель с одной стороны до образования золотистой корочки. Переворачиваем картофельные брусочки и обжариваем их с другой стороны. Затем выкладываем картофель в форму для запекания и доводим до готовности в духовом шкафу в течение 10 минут. Духовка должна быть разогрета до 220-250 градусов. Редактор субтитров А.Семкин